День государственных символов 24 июня. Эта дата навсегда останется в нашей истории, как день рождения флага, герба и гимна. Главная символика олицетворяет ценность народа, единство, мир, согласие, дружбу, идентичность и суверенитет. И сегодня в преддверии этого значимого праздника для каждого казахстанца мы пригласили в студию Дамира Кунашева, учитель истории, Мохаммед Султангалиев, заместитель руководителя КГУ Курамдак Келесым. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Пользуюсь моментом, конечно, хотелось бы поздравить с праздником, таким важным для всех нас. Ну и, конечно, пожелать счастья, благополучия, крепкого здоровья, но и процветания нашей стране. Ну и, соответственно, хотелось бы сначала, Дамир, вам предоставить слово. Вы являетесь, давайте, нашим телезрителям напомним, что в конкурсе молодых преподавателей, в республиканском конкурсе Дамир Кунашев занял третье место, как один из лучших молодых преподавателей. Поэтому, Дамир, вы впервые в нашей студии. Мы рады вас приветствовать еще раз. Ну и хотелось бы, конечно, задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, о значимости этого праздника именно для всего народа. Какое значение имеют символы для государства и народа в целом? Ну, вообще, вот символика, я думаю, она корнями уходит еще в глубокую древность. То есть это начиная, наверное, с первых племен, потом доходя до первого государства. То есть всегда были какие-то отличительные символы, которые выделяли это государство. И современные государства это тоже не исключение. Ну, если, допустим, сравнивать как бы наши символы с символами других стран, я могу сказать, что наши символы это достаточно продуманные. Там заложено очень много смысла в деталях именно. Вот если, допустим, мы возьмем с вами флаг, то есть он небесного голубого цвета. Это связано как раз таки с тюркскими племенами, которые являются нашими предками. И дело в том, что вот тюркские племена, они всегда почитали небо, то есть считали верховным божеством, тенгри. И, собственно, здесь это заложено. Также, если мы посмотрим на флаг, то у нас там есть как раз таки наши национальные орнаменты. Это, собственно, вот то, что как бы символизирует этническую идентичность казахского народа. И в целом, то есть в него заложен такой огромный смысл. Ну, если рассматривать вот герб, то как бы у нас считается, что круг это такая идеальная форма. Поэтому, наверное, выбран именно такой формы герб. Ну, в центре у нас шанрах, это как бы символ очага, домашнего очага кочевников, символ юрты. И это, наверное, связано с тем, что вот как раз таки Казахстан обрел свою независимость, то есть создал свой отдельный очаг. Это именно этот смысл, я думаю, заложен в нем. И, ну, мало кто знает, вот от шанраха у нас отходит ух, их количество насчитывается 72. По вот замыслу автора, как раз таки, это вот Жанарбек Мальбеков, он говорил, что это символизирует пульс человека, то есть 72 уоха, это такое вот число нормального сердцебиения человека. Ну и гимн, гимн это как раз таки, вот именно он у нас претерпевал несколько таких изменений. Изменения, давайте напомним, да, тоже, какие были изменения в каких годах. Вот все символы, как раз таки, они у нас приняты в 92-м году, как раз таки, это закон. Государственная флагерка, закон Герберка и как раз таки, закон именно музыкальной редакции гимна в 92-м году, 4-го июня. А, собственно, уже позже, в 2006-м году, на как раз таки, вот музыку, написанную Шамшех Аллаеховым, слова вот Джумкена Жемеденова, ну, еще и при участии султана Назарбаева, в 2006-м году вот свет увидел вот наш новый гимн, который, как раз таки, существует до сих пор. Ну, и в целом, по звучанию мы можем сказать то, что наш казахстанский гимн, он как бы является таким, ну, одним из самых мелодичных, то есть входит в число мелодичных гимнов вообще по всему миру. Ну, и, конечно, наши символы, это, если хотите, можно сказать, это визитная карточка Казахстана на международной арене, в частности, вот флаг, то есть его используют и на соревнованиях спортивных, допустим, и на каких-то международных конференциях используют там, вот возле штаб-квартиры ООН, опять же, тоже наш флаг находится. Ну, и даже в космосе, вот в 1994-м году, как раз таки взял с собой наш флаг. Поэтому это вот то, что, то, почему узнают нашу страну вот во всем мире. Поэтому это значение для народа, я думаю, очень большое. Оно имеет, вот, наверное, вкратце этого, что могу сказать. Спасибо. Мухаммед, ну вот, вы как заместитель, именно руководитель КГУ Курамдар Кельсом, Ассамблеи народа Казахстана, для вас этот праздник, какое имеет значение? Это дата в календаре 4 июня, мы знаем, что проводятся в этот день различные мероприятия, концерты, соответственно. Пожалуйста, вам слово. Ну, вы все прекрасно знаете, Ассамблея народа Казахстана – это большой дом, это большой Казахстан с ее многонациональными национальными, ну, точнее, многонациональностью у нас. И вот за всем этим стоит наш единый, нерушимый, суверенный государство Казахстан и со своими символами. Символ Казахстана – это, конечно же, в первую очередь флаг, да, керб, гимн. И у нас, например, в рамках дня празднования символов планируется проведение… Государственных символов. Да, государственных символов планируется проведение флешмоба, который будет, дай бог, четвертого проведеного. У нас есть 17 этнокультурных объединений, которые чтят и любят наши государственные символы. Они висят почти на каждом, в каждом этнокультурном кабинете, где, например, наши земляки, у каждого земляка, точнее, ну, по разным этнокультурным объединениям у каждого есть свой кабинет. Вот, и там обязательно наша атрибутика – это уважение в первую очередь нашим символам. Ну, сам по себе, вы знаете, да, флаг, он, как и в древние времена, наши предки, тюрки, там, наш Аттила, который первый, вот, для католиков, первый раз, который они увидели Шанрак, они подумали, что это крест. На самом деле это был Шанрак, наш гун, предок Аттила. И вот тогда они первый раз увидели вот наш Шанрак, именно потом, уже в последующем, они его будут использовать как крест. Вообще, вот это исторический факт, о котором я всегда горжусь, в первую очередь. И вот этот Шанрак, он сейчас, он так и олицетворяет наш большой дом, под которым объединены столько наций. Вот, например, сидит Дамир, а вы знаете, что у него корни какие? У него, например, мама чеченка, вы знали об этом? Впервые слышу. Смешный, да. Папа-казах. Папа-казах, да. То есть, вообще, я всегда разговариваю с людьми, и когда начинаешь с ними общаться, и я нахожу много-много, потому что я по лицам уже начинаю уже понимать, какое смешение крови есть, понимаете? Но за всем этим стоит, за всем этим большим, как сказать, национальностями стоит, вот, всегда благодарят наши земляки и другие этносы, Казахстан, наших предков особенно. И я понимаю, что именно благодаря тому, что вообще существует Казахстан, очень много народностей вообще уцелели, и с этим надо считаться, понимаете? И когда вот я вот недавно, мы на 31-е, вы знаете, да, 31-е мая, у нас были возложения цветов на мемориалы. Одни жертв политических репрессий. Жертвы политических репрессий. Вот, и тогда корейцы, да, представители корейской диаспоры, этносов, они говорили, мы, говорят, очень благодарны казахскому народу. Мы с гордостью носим и везде показываем, что мы казахстанцы, наш паспорт, наш флаг, да, который, они везде его показывают и с гордостью об этом говорят. Что чеченцы наши, да, земляки и вообще везде нас, вообще казахстанцев, и если видят, например, в Чечне наш госномер с казахским флагом, вы знаете, что там вас никогда не задержат. Просто спрашивают, у вас все нормально, чем мы можем помочь? Это сотрудники ГИБДД, например, понимаете? Насколько уважение к нашим символам, да, и тем, кто вообще за рулем, за нашим машиной, с нашим флагом, с нашей атрибутикой, сразу отпускает, то есть всегда желает добра. Вот о чем говорит вообще наш флаг в целом и о наших предках. В первую очередь, конечно, это большое спасибо нашим предкам, которые сохранили вот этот большой дом. Сейчас, благодаря этим символам, например, флагу, гимну и в том числе гербу, знают нас как независимое, мощное, молодое государство. Что еще можно добавить? Я как президент Федерации рукопашного боя могу сказать, что мы... Вот как раз мы видим спортсменов на ладокране с развивающим флагом. У нас всегда в первую очередь играет гимн. Это в первую очередь мы воспитываем патриотизм. Мы хотим, чтобы они любили флаг. Наша молодежь вообще в целом любит флаг, потому что они покупают футболки с нашей атрибутикой, да, госсимболами. И когда выходит спортсмен с нашим флагом, на любых мероприятиях висят и выходят вот этот на пьедестале с нашим флагом. Вы знаете, какая гордость пробуждается вообще у наших казахстанцев, спортсменов. Они все мечтают встать на Олимпийских играх с нашим флагом. Я думаю, что одна из мечт, наверное, спортсменов, это вот, чтобы стоять и чтобы флаг возвышался над всеми флагами, имеется в виду, в спорте. Я думаю, что у нас большое будущее. Надо ценить то, что у нас есть, нашу дружбу между народом, между этносами и укреплять, неустанно укреплять нашу идентичность. И любить наши символы, ведь символ, он олицетворяет наше единство. Я думаю, что у нас большое будущее, ребята. И вообще всем моим землякам советую купить домой флаг, флажки, везде развесить. Ездите на машинах, пожалуйста, флаг. Вот это патриотизм, это я считаю. Ну и, конечно же, как эколог, Лаура знает, любите Родину. Оно начинается с нас, не мусорите, пожалуйста. Спасибо, Мухаммед. Дамир, скажите, пожалуйста, как вы приливаете чувство патриотизма на своих уроках истории? Вот этот праздник, он имеет ведь тоже какое-то значение для подрастающего поколения? Как они сами относятся вот к этому дню? Наверняка в вашей школе тоже проводятся разные мероприятия, классные часы. Именно классные часы, вы знаете, что у нас сейчас конец учебного года передвинут до 31 мая, ребята еще обучаются. И вот под конец года у нас проводятся классные часы, посвященные Дню памяти жерополитических репрессий. И как раз-таки уже после, 1 июня, на День защиты детей, это когда уже ребята все уже сдают, учебники все приходят, у них все уже закончено. Они по своему самому желанию сходят, могут прийти, и вот устраиваются мероприятия, которые посвящены как раз-таки символам. И вот то, что недавно вот сказали насчет того, что ребята покупают, молодежь покупает футболки с принтами, да, в форме флага и прочее, это как раз-таки сейчас, это идет такой тренд на самом деле, вот среди, ну, сам я еще тоже как молодой преподаватель, и знаю, что вот среди ребят идет такой тренд, что покупают одежду, иногда даже нашего местного производства, иногда одежду с элементами как раз-таки нашей национальной культуры. То есть это могут быть различные свитшоты, футболки с национальными орнаментами, это могут быть различные, скажем, вот верхняя одежда, тоже украшенная вот в таком вот казахском стиле. И на самом деле это сейчас вот в тренде среди молодежи, это действительно так, это я даже вижу среди вот своих учеников. Ну, что касается значимости, я вот сам преподаю в 10-х классах, это уже как бы старшие классы, они, когда мы с ними рассуждаем вообще о современном Казахстане, независимости Казахстана, и они понимают, что за вот такой короткий срок, вот с 30 небольшим с лишним лет, вот у нас, они говорят, что для этого периода много чего сделано, и у меня даже есть ребята, которые обычно, ну, я думаю, не секрет, что многие ребята хотят поступить за границу, за рубеж учиться, но у меня есть ученики, с которыми я разговариваю и спрашиваю, что где ты будешь учиться, он говорит, я останусь в Казахстане. И, ну, естественно, я спрашиваю, как, почему ты так решил, с чего? Он говорит, в Казахстане есть много сфер, которые еще не задействованы, и я хочу это развить, то есть он в этом сам заинтересован. И единственное, что, наверное, вот со стороны нас, преподавателей, со стороны уже взрослого поколения, единственное, это создать условия для их развития. Я думаю, если вот так воспринимают они, то впереди, думаю, светлое будущее. Главное создать для этого условия. Задача взрослого поколения идти навстречу, понимать молодое поколение и вот создавать условия. Я думаю, суть в этом как раз таки. Спасибо. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-то вопросы, интересующие к нашим гостям, либо поздравления, то вы можете смело их написать на номер WhatsApp по номеру 8700 028 58 69, либо позвонить на номер прямого эфира 28 58 69. Ну и, собственно говоря, хотелось бы все-таки, Мохамбет, чтобы в заключение нашей беседы вы еще раз обратились к нашим телезрителям, молодому поколению, потому что в основном вы работаете с этой массой, ну и, конечно, ассамблея народа тоже имеет для вас очень большое значение. Какие будут у вас пожелания в преддверии вот такого замечательного праздника? Надо любить нашу символику, государственные символы, как свою маму, потому что это не просто символ, это родина. Родина – это то, что вы каждый день видите, это друзья, соседи, земля, по которой вы ходите, это вода, которую вы используете, пьете, это то, что вы постоянно, ежедневно наблюдаете, это все это родина, все это объединяет в один символ, символ – это наш флаг казахстанский, это наш герб и, конечно же, гимн. За этим стоит большой-большой смысл. Так что я хочу от себя лично пожелать всем мира на нашей земле, в Казахстане, чтобы всегда голубой не было, не было войн. Хотелось бы, чтобы наша молодежь вносила большую лепту в развитие межнациональных отношений, межэтнических отношений, уважали друг друга и понимали, развивались в разных сферах. Пусть это будет спорт, пусть это будет наука, либо искусство. Самое главное в нашем деле – быть полезным своему государству, родине и, конечно же, быть для мамы, папы, дедушки, бабушки, чтобы вы были их гордостью. Я вот это вам желаю. Успехов во всех начинаниях и с гордостью могли носить нашу атрибутику, флаг могли поднимать на Олимпийских играх, на любых соревнованиях, воспевать, да. Ну и, конечно же, хотелось бы также программе «Куншу Ахт» и в целом телеканал «Ахжай», чтобы они всегда поднимали актуальные такие вопросы, всегда поднимали интересные темы, как Лаура, вы. Большое вам спасибо. Хотелось бы еще поздравить вас с днем рождения прошедшим. Буквально на днях был. Спасибо. Очень приятно, спасибо. Тамир, и вам заключение слова. Ну, в заключении, что можно сказать? В целом, спасибо, во-первых, за приглашение. Это я первый раз в таком формате веду беседу, так сказать. Ну, хочу пожелать также процветания. И я думаю, вот то, что мы сейчас закладываем, ну, с позиции учителя говорю, то, что мы закладываем сейчас в учеников, это вот чувство патриотизма, чувство любви к родине. В целом, у нас есть в этом успехе. То есть, я вижу наглядно, как ребята действительно уважают символы, любят родину. И я думаю, ну, впереди нас ждет такое светлое будущее. Спасибо еще раз. А я благодарю вас за участие в нашей передаче. Хочется пожелать вам успехов и удачи во благо нашей республики Казахстан. Спасибо. Дорогие телезрители, сейчас после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 . Спасибо. Дорогие. Спасибо. 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 Дорогие. 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 успешные все наши гордости если после наши это кто встречает к нам нашу спортивную студию после окончания тоже может продолжать потому что многие воспитанники Олега Константиновича продолжают его путь они стали учителем физкультуры и спорта например Байтинов Тимур Кинджигулов Жасулан дети Жасулан тоже продолжают заниматься тайквондо значит третье поколение Олега Константиновича занимается тайквондо сейчас они получше подробнее может рассказать о своей деятельности ну давайте начнем Айслу с тебя пожалуйста расскажи нам о себе с каких пор ты начала заниматься этим видом спорта ну и о своих победах значим здравствуйте меня зовут Айслу микрофон возьми пожалуйста Айслу здравствуйте меня зовут Айслу впервые я начала заниматься тайквондо в 2017 году что меня на это увлекло это то как я видела ну каждый день наблюдала за спортсменами во дворе они тренировались бегали делали всякие упражнения я решила тоже себя в этом попробовать и записала мама меня туда записала потом я много чему быстро научилась быстро все усвоила выступала на соревнованиях получала травмы но это нормально так как без поражения не бывает побед вот потом я сделала небольшой перерыв небольшой перерыв вот продолжаешь заниматься да ну сейчас я продолжаю заниматься я не жалею то что я снова вернулась то что снова начала заниматься тайквондо потому что здесь я нашла множество знакомых ой множество новых знакомых людей друзей да быстро всему привыкла мне тут нравится все сам спорт это олимпийский вид спорта очень красивый вот молодец здравствуйте меня зовут Азере мне 13 лет я учу в 45-м школе я начала заниматься тайквондо с 2021-м годом не стесняйся что дает тебе этот спорт в жизни силу да выносливость еще что ты можешь рассказать о себе меня родители записали на тайквондо и на ЦВР наш тренер Лея Лея Константинович за что ты благодарна своему тренеру за то что он поддерживает нас воспитывает нас вас чемпионов да воспитывает благодаря ему уже видите тренеру вы достоились вот таких наград мы видим у вас очень много медалей а какая медаль для тебя очень ценная есть там за первым вот это а где ты ее именно оксая завоевала оксая это был какой конкурс областной молодец дальше передавай микрофон здравствуйте меня зовут мир али я ученик 19 школы 8 класса впервые я пришел на тайквондо в возрасте 9 лет в 2018 году мой друг сказал мне пойти туда я пришел прислушался к нему и я не пожалел об этом впервые мне было сложно но вот спустя два года мне я уже привык уже готов заниматься профессионально что я могу еще сказать ну ты очень многого добился в своей спортивной карьере что сейчас ты уже готов заниматься профессионально какие непокоренные вершины тобой остались к чему ты стремишься я хочу стать чемпионом Казахстана отлично я думаю что обязательно твоя мечта исполнится а что нужно делать для того чтобы прийти вот к своей заветной мечте как ты думаешь тренироваться упорно трудиться естественно и тренироваться дисциплина это самое главное что воспитывает нас тайконда молодец передавай дальше микрофон приветствуйте меня зовут это Латамерлан я ученик с ЦВР занимаюсь секцией тэквондо вообще тэквондо я начал заниматься с детства не прям с самого раннего меня друзья позвали потом после этого меня позвала моя сестра Кинжигула Аруна вот это центр внешкольной работы после окончания четвертого класса я с начала отбора сентября решил пойти в секцию нашу после этого я до сих пор занимаюсь не планирую пока бросать до 30-летия как минимум почему именно ставить такой порог своих целей мечты ну и все вроде все не буду пока сэпл какой-то таинственный оставим пока это зависть тайну да такую чтобы было а почему ты не хочешь именно озвучивать свои планы потому что они не сбудутся не сбудутся то есть нужно я с детства это ты с детства такой не говорю никому свои планы цель такой всегда строишь планы для тебя вот что важно так же в спортивной карьере дисциплина так же моя мотивация хочу чтобы много гордились хочу попасть в сборную Казахстана ну это все ради мамы родителей так же моя мечта молодец хочу свою мечту осуществить и попасть в сборную Казахстана отлично ну вот давай предоставим слово теперь твоей сестре она тоже такая же у нас добрый день меня зовут Кинжигулова Варуна да меня зовут Кинжигулова Варуна я учусь в музыкальном колледже имени Курмагазы учусь я на первом курсе по специальности хореография мне 16 лет я начала заниматься в 2016 году мне было 9 лет меня записал папа мой папа также занимался в ЦВРе занимался он у Олега Константиновича мой отец показывал мне удары и мне очень понравилась красота ударов папа после меня папа решил меня записать мне очень понравилась первая тренировка моя она проходила был сначала бег там разминка после мы различные удары тренировали удары вот и мне очень понравилось когда я пришла домой после тренировки я очень устала но у меня такое было как сказать настроение настрой желание я тогда еще занималась фигурным катанием и в 10 лет я бросила его из-за тэквондо так как он мне очень сильно понравился хореографию свою хореографию я занимаюсь 7 лет ну ты продолжаешь сейчас заниматься так же да тебе удается совмещать то есть да и хореографию и тэквондо как-то не мешает одно нет не мешает наоборот даже в танцах это гибкость тоже дает и в тэквондо гибкость ловкость это никак не мешает все только идет на пользу в облак да я также продолжаю заниматься тэквондо ради себя ради своих родителей вот недавно были соревнования в Аксай зимой вот я заняла там первое место скоро будут еще одни соревнования по ЗКО по западно-областные вот готовитесь да готовимся и ты намерена не отступать а идти вперед и обязательно завоевать так же да так же завоевать я буду выступать по пумсе пумсе это комплекс комбинации ударов в бою вот всего пумсе 9 это как идет как аттестация у нас проходят аттестации каждый год на пояса и мы сдаем пумсе всего их 9 и на каждый цвет идет по несколько пумсе вот сегодня вы покажете в заключении передачи пумсе что собой представляет чтобы мы воочию увидели спасибо Аруны давай теперь предоставим слово самому маленькому младшему вашему спортсмену давай рассказывай здравствуйте меня зовут Ченжиго Ченгес мне 6 лет это с Кэнтвендо я начал ходить ты тоже братишка прям целая семья еще и сестренка в Тэквондо ходит ну вот я начал ходить с 1 сентября вот мне очень понравилось вот я не перестаю ходить и ну когда ты неловкий я ее вообще не пропускаю какой ты молодец всегда хожу уполнен тренируюсь а кто для тебя служит примером для подражания на кого бы ты хотел равняться есть у тебя кумиры в этом виде спорта Ченгес кто в первую очередь кто братья сестры твои наверное да которые занимаются а ну первое кто начал ходить луна они тебя дома учат каким-то там приемом или ты сам занимаешься ну они после трениров наговори ух ух учат молодец Ченгес какая твоя мечта в будущем ходить на чемпионат мира а хочешь стать тоже великим спортсменом чемпионом казахстана по тэквон по тэквонда конечно же молодец ну передавай микрофон дальше добрый день меня зовут искаля глухами делосова мне 16 лет я учусь в 45-м школе я с детства был ближе в спорту любым любым спорту и когда я первый раз видел именно в теледаре как там проходят олимпиадские чемпионы у меня возникла уже как это сказать любовь любовь в спорт именно в тэквондо и у меня была дома книга я ее читал там было этот всякий изучал и как сказать честно я читал до конца и у меня появился интерес к этому спорту и раньше я занимался вольболом почти 5 лет играл в сборной команды я хочу сказать что это было нелегко что перейти в тэквондо и именно научиться там удары делать это но думаю что в будущем это пригодится нам 7 любой спорт это хорошо первый раз мне было нелегко меня позвала азерей она сказала вот центральной внешкольной работы есть такой тэквондо тэквондо я у меня был я как сказать мне было приятно это услышать я первый раз пришел тренировку я уже занимаюсь полгода в общем тебе нравится этот вид спорта молодец а рунгуль хотелось бы снова сейчас к вам обратиться вот у вас такие действительно талантливые ребята они еще их такие ораторы у вас хорошие время прилетело буквально на одном дыхании у нас есть еще пять минут до окончания эфира вот до этого заговорили аруна что про пункция вот хотелось поубедить сейчас вот кто сейчас готов показать нам в студии аруна она сама покажет но если вам как студия нормально располагает сможешь вместе хватает вам места движение только будет ограничено место мало звони вы губ и и джак Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Вот такие боевые девушки у нас в гостях А как вы прям Какой у вас голос Аж прям мощь такая Конечно Хочу выразить огромное благодарность От всего имени Центра внешкольной работы За это приглашение На телеканалах Жиль Нам всем очень приятно, что мы сюда пришли Дали вам интервью, так сказать И в целом все у нас хорошо Молодец, ребята Есть еще кто По желанию добровольно В первую очередь я хочу сказать Всем тут спасибо Особенно моему тренеру Леале Константиновичу За то, что Воспитал нас такими Чемпионами будущими Возможно С прошедшим днем Независимо С наступающим праздником С наступающим праздником И Желаю всем удачи Чтобы они добились всего Успехов Все это приходит Конечно, только с упорством И дисциплиной Спасибо Я хочу сказать, что Мы хотим сказать, что Мы благодарны Леале Константиновичу И Раслану Кенчугову Что они воспитали нас И Дали нам свое знание Которое Никто не дает Это Трудность Они Сами учились Сами добивались И Оставили К нам Дали И Мы Не будем Подведать их Буду Я хочу сказать, что Спасибо вам, что вы Пригласили нас В Кончуах Это для нас Очень Большая честь И Хочу сказать Что вы Сюда Нас Большое спасибо Спасибо За приглашение За Интервью С наступающим Праздником Что бы ты хотела еще Пожелать всем телезрителям Всем телезрителям Пожелать Возите детей На Спорт Любой Это Это повышает Уверенность У Ребенка Вот Это Развивает Здоровье Повышает Физическую Форму Занимать Спортом Вот Спасибо Ребята Есть еще Кто хочет Дополнить Микрофон Только Спасибо Спасибо вам За приглашение Можно сказать Это мое первое интервью Которое я Отдаю Которое я Отдаю Нам очень понравилось То что вы нас позвали Мы чувствовали Тебя хорошо И комфортно Тайкондо Это хороший Красивый вид спорта Занимайтесь Тайкондо Спасибо Ну и Урунгуль Вам в заключении слова Давайте подведем итог Нашей сегодняшней Вот они все Сами рассказали О своих Деятельностях О своих достижениях В дальнейшем Тоже я поддерживаю Их слова Мы Пропагандуем Пропагандируем Пропагандируем Здоровый образ жизни Любите спорт Посещайтесь к нам И другие секции По желанию Спорт всегда Дает человеку Достижения Побед в жизни Ну а я благодарю вас За участие в нашей передаче Молодцы ребята Для вас сегодня Действительно Это первое интервью Я думаю Что оно Надолго Сохранится В вашей памяти В вашем сердце Так что Всегда идите вперед К своей славе Не сдавайтесь Не отступайте Перед трудностями Желаю вам успехов И удачи Как в жизни Так и На татами Вперед И только вперед Что ж Дорогие телезрители Вот и пролетело Быстрое время Отведенное для нас И в эфире Всем желаю Только насыщенных выходных Встретимся Как обычно На следующей неделе В понедельник На телеканале Аджаик Передачи Куншуа Всего вам Самого доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»